Вайфареры 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 Вайфар Second Вайфареры Вайфареры время именно когда солнце садится что встречные фары не светили и не ослепляли покупатели обращают внимание в основном на комфорт потому что у нас как оптика идет специализированные поэтому в основном на комфорт комфорт как и сидят на лице так и по видимости бывают у кого вот мы так что обсуждали не полароид допустим у людей бывают чувствительные глаза они чувствуют сразу уже такое не приобретут потому что вот глаза болеть напрягаться и так далее в некоторых странах примеру в сша точно производство солнцезащитных очков контролируется правительственным органом и это очень даже правильно ведь глаз в плохих очках может получить ожог сетчатки когда мы носим некачественные очки то есть без защиты от ультрафиолета мы лишаемся естественной защиты а так как солнце посылает нам свой ультрафиолетовый привет не только летом но и зимой то офтальмологи рекомендуют носить солнцезащитные очки даже в пасмурную погоду выбор цвета для линз не играет большой роли каждый предпочитает выбирать по своему желанию и необходимости важно еще раз повторю чтобы было полароидное покрытие ограничений по длительному ношению очков нет только вот если у человека есть глазные заболевания миопия к примеру дальнозоркость близорукость рекомендуется заказывать очки в соответствии со своими диоптриями если человек не обратит на этого должного внимания будет носить нулевку это приведет к ухудшению зрения в целом же солнце во все времена года оказывает отрицательное влияние на наши глаза кстати у защиты от ультрафиолета нет срока давности то есть качественные очки можно носить много-много лет такие очки стоят немало зато они проходят настоящий тест-драйв цена хороших очков варьируется в пределах от 30 до 60 тысяч тенге к популярным формам солнцезащитных очков можно отнести авиаторы броу лайнеры вайфареры кошачий глаз и тишейды на этом стенде представлены линзы очковые для зрения прозрачные фотохромные и тонированные получается сейчас так как уже солнце яркое в основном выбирают либо фотохромные либо тонированные линзы потому что солнце а бывает у кого-то большой минус и они не могут солнцезащитные носить поэтому выбирают фотохромные цвета там уже наверное зависит от возраста если кто-то что-то помоложе они выбирают яркие цвета желтые красные а уже свыше 30 уже что-то коричневое серое на повседневное ношение без очков уже никуда они часть нашего образа производство очков постоянно модернизируется и создаются все новые технологии мировым лидером по производству очковых оправ и солнцезащитных очков является италия оптическая индустрия включает себя почти полторы тысячи компаний на втором месте французский рынок очковой оптики и замыкают тройку германия при покупке выбранного аксессуара консультанты напоминают об уходе и заботе за новыми очками даже самые дорогие и качественные очки от лучших брендов потеряют свой презентабельный вид если обращаться с ними неподобающим образом под палящим солнцем нельзя оставлять очки солнцезащитные и в целом вообще потому что солнце она разъедает цвет получается мы своих покупателей предупреждаем что вещами там платком возможно салфеточка какой то нельзя вытирать потому что поверхность она царапается есть специальные фибра салфетки которые мы выдаем и желательно как бы всегда иметь с собой для кого-то солнцезащитные очки это неотъемлемая часть стиля для других же это исключительно утилитарная вещь но какой бы категории вы не относились главное чтобы очки вам шли и конечно же здоровью не навредили увидимся с вами ровно через неделю